Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дамы и господа, всем доброго времени суток. И сегодня я организовал для вас такую подборочку телефонов на 2 сим-карты. Но не просто телефонов на 2 сим-карты, а телефоны с двумя радиомодулями. То есть эти телефоны могут принимать звонки одновременно на обе сим-карты. В то время как остальные телефоны на 2 сим-карты могут принимать звонок только на одну симку. В то время как вторая сим будет недоступна. Смартфоны с поддержкой двух сим-карт за последние несколько лет распространились настолько, что теперь не составляет труда купить такой гаджет на любой вкус и кошелек. Начиная от простых звонилок и заканчивая флагманами. Но почти все они работают с сим-картами в попеременном режиме DSDS. А чтобы найти аппарат, в котором обе сим-карты работали бы одновременно в режиме DSDS придется постараться. Сегодня я расскажу про современные смартфоны с двумя радиомодулями и чем такой аппарат может быть полезен. Итак, есть две технологии для двух симок. Это DSDS и DSDA. В подавляющем большинстве современных гаджетов связи на две сим-карты работают в режиме DSDS Dual SIM Dual Standby, который по-русски обычно называют попеременным. Принцип работы DSDS заключается в использовании обеими сим-картами одного радиомодуля. Смартфоны с DSDS могут иметь как один, так и два номера EMEI. Международный идентификатор мобильного устройства связи. Но наличие второго по правилам GSM Association не обязательно. Возможность принимать звонки на любую сим-карту обусловлена тем, что в режиме ожидания Standby сим-карты могут общаться с сетью одновременно, благодаря временному мультиплексированию. В случае поступления звонка на одну сим-карту, вторая просто отключается. В такой момент на нее нельзя ни позвонить, ни отправить сообщение. Другой недостаток DSDS более низкое по сравнению с телефонами на одну сим-карту качество связи. Радиомодулю приходится постоянно нести двойную нагрузку и, как правило, общаться с разными базовыми станциями разных операторов. По тем же причинам все не так гладко с мобильным интернетом. Максимальную скорость передачи данных на DSDS устройствах получить практически невозможно. Конечно, на самом деле все не так уж плохо. DSDS смартфоны обычно стоят дешевле и работают дольше от одного заряда батареи. А современные модели вполне способны обеспечить достойное качество связи. Ну а если вы хотите получить максимально надежный двухсимочный гаджет, нужно искать среди устройств с поддержкой режима DSDA – Dual SIM Dual Active. Такие смартфоны оснащены двумя независимыми друг от друга радиомодулями, каждый из которых в обязательном порядке имеет свой IMEI. Благодаря наличию двух радиомодулей связь, как правило, более стабильная. Плюс они позволяют одновременно принимать звонки на обе сим-карты или разговаривать по телефону и в то же время смотреть нужную информацию в интернете. Но такие гаджеты потребляют больше энергии. Эту особенность стоит иметь в виду. Также второй радиомодуль в DSDA смартфонах зачастую ограничен сетями 2G или 3G. Но это делается для снижения стоимости аппарата и увеличения его автономности. Итак, перейдем к списку наших смартфонов, которые поддерживают технологию DSDA. Первым идет у нас Asus Zenfone 2, которым я лично пользуюсь уже очень длительное время и вполне довольным этим аппаратом. И качество сигнала там действительно отличное. И вот эта вот штука, конечно, два радиомодуля, просто очень удобная. Никогда не пропускаешь звонки, всегда на связи. Плюс возможность серфить в интернете, пока разговариваешь по сим-карте другой. То есть это вообще прелесть. Один из смартфонов с поддержкой режима DSDA, выпущенный в 2015 году, Asus Zenfone 2, модель ZE551ML. Он оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom, 5,5-дюймовым HD-дисплеем и двумя или четырьмя гигабайтами оперативной памяти. В аппарате установлено два радиомодуля. Но работать в сетях 3G и LTE умеет только один из них. Второй радиомодуль предназначен для звонков и SMS, поскольку поддерживает только сети второго поколения. Также спешу заметить, что Asus Zenfone 2 есть несколько модификаций. И только одна из них поддерживает режим DSDA. Это Asus Zenfone 2 ZE551ML. Модель ML. Эта модель имеет два радиомодуля. Остальные не имеют двух радиомодулей. Поэтому имейте эту особенность в виду. На втором месте у нас идет Huawei Honor 7. В этом гаджете слот комбинированный. И вторая сим-карта устанавливается вместо карты памяти microSD. Зато вам не придется думать, в какой слот вставлять карту для использования LTE. В настройки смартфона вы можете выбрать любой из них. В число прочих характеристик Honor 7 входит восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 935 5,2-дюймовый Full HD дисплей и 3 гигабайта оперативной памяти. На третьем месте у нас идет Lenovo Vibe Z с маркирацией K910S. Lenovo Vibe Z на две сим-карты. Модель K910S также относится к типу DSDA. Но, к сожалению, не поддерживает работу в сетях LTE. А сети 3G доступны только для одного слота сим-карты. Второе ограничивается GSM. В число прочих характеристик аппарата входит 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 и 2 гигабайта оперативной памяти. На четвертое место у нас попал HTC Desire 616. Этот гаджет появился в конце 2014 года, но в продаже его можно увидеть до сих пор. Смартфон оснащен 8-ядерным SOC MediaTek MT6592M, 5-дюймовым HD дисплеем, но всего с 1 гигабайтом оперативной памяти. Аппарат не поддерживает работу в LTE-сетях, зато получил 2 радиомодуля. То есть умеет работать в режиме DSDA и имеет весьма умеренную стоимость. Это самый доступный Smartphone в нашей подборке. На пятое место у нас попало телефона, однако, Sony Xperia T2 Ultra. Xperia T2 Ultra от Sony настоящий тяжеловес с 6-дюймовым HD дисплеем. В начинке аппарата 4-ядерный Snapdragon 400 и 1 гигабайт оперативной памяти. И основная 13-мегапиксельная камера. Это тот же смартфон среднего сегмента, который до сих пор можно купить по не слишком высокой цене. Что касается работы в режиме DSDA, то, как и во многих других смартфонах Xperia T2 Ultra, поддерживает стандарт LTE только на одном слоте для сим-карты. А вот подключаться к сетям 3G аппарат может при использовании любого слота. Итак, делаем заключение по этому поводу. Несмотря на все преимущества смартфонов с поддержкой режима DSDA, их разнообразие значительно уступает DSDS-гаджетам. Стоит ли осознанно выбирать новый смартфон только среди DSDA-устройств? Все зависит от ваших требований. Если вы ставите во главу угла качество и надежность связи, то покупку аппарата с DSDA стоит рассматривать в первую очередь. В остальных случаях вам подойдет и смартфон с DSDS-технологией. В конце концов, в большинстве случаев разница между ними не так уж и велика. И каждый способ организации работы с двумя сим-картами имеет как свои преимущества, так и недостатки. И также, ребятки, можете оставлять свои комментарии под видео и пишите, какой бы смартфон предпочли бы вы с технологией DSDS или DSDA. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...